Возвращение к городской области Крым, движимого имущества, троллейбусы пассажирские. Какие вопросы и предложения будут по повестке? Николай Сергеевич, во-первых, мне бы хотелось увидеть все-таки инопланетную администрацию и его главу города Керч, Борис Кинас Сергеевич Владимирович, и задать ему вопрос. А почему мы пришли к такому состоянию? Это раз. Второе. Где руководитель именно этого предприятия? Послушай депутата, который там работает в троллейбусном партии. Почему мы давили? Хотелось бы заслушать сейчас прокуратуру по этому же вопросу. Потому что по той информации, которую получают работников этого предприятия, все вот эти три троллейбуса, они уже попадали в аварию. Эти в базе ГБДД уже есть. Почему город Герою Керчь? Извините, дерьмо. Хотят подсунуть. Начали присылать работников предприятия. Вот эти все, если здесь прокуратура присутствует, мне бы хотелось бы, чтобы они сразу занялись этим дерьмом, странили липовое какое-то. Мне бы хотелось бы вас сейчас услышать тоже. Давайте начнем работать перед тем, как принимать какие-то решения. Нам опять дерьмо хотят подсунуть. Мы его примем и через три дня его спишем. Спасибо за внимание. Иван Николаевич, данный вопрос ваш не находится по повестке дня сессии. Но отвечу вам следующим образом. Когда мы заслушивали отчеты главы администрации Бороздина, было дано мной поручение о том, что на следующей сессии, которая будет ориентировочно 19 марта, заслушать два управления, по которым было сделано очень много финансовых замечаний и нарушений, которые были выявлены в ходе работы контрольной счетной комиссии за 2018 год. Одним из этих управлений будет являться управление городского хозяйства, курирующее в том числе ряд вопросов, по которым у нас есть очень много замечаний наших жителей. И вы, как депутат городского совета, в рамках рассмотрения этого вопроса можете задать все интересующие вас вопросы как администрации, так и отраслевым управлениям. Другие вопросы по повестке дня будут? Нет. Если нет замечаний... Я хотел бы, в связи с тем, что прозвучал вопрос депутата, мы сейчас встречались с коллективом Кешгуртранса, обговаривали ситуацию выхода в том числе нового подвижного состава. Я хочу сказать о том, что прежде чем подвижной состав выйдет на линию, он будет на предмет технического состояния полностью осмотрен. И будут выпущены на линию только те транспортные средства, которые будут соответствовать, и безопасность пассажиров в них будет соблюдена. Какие вопросы у депутатов будут по предложенному проекту решения? Если нет замечаний и предложений, предлагаю принять решение по данному вопросу в целом. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Против. Поддержались. Решение принято. Уважаемые депутаты!